Сейчас об этих и других событиях подробно. В Новосибирске появится исправительный центр для осужденных только по некоторым видам преступлений, а принудительные работы могут стать альтернативой лишению свободы. Арестанты в исправительных колониях уже с 1 января живут по новым правилам. Например, им запрещено использовать жаргонные выражения. Рута Келлер подробно о том, кто и в каких условиях отбывает срок. Это центр трудовой адаптации в исправительной колонии номер 8. Проще говоря, место работы осужденных. Всего по Новосибирской области таких центров 11. В каждом учреждении несколько направлений производства. Металлообработка, изготовление корпусной мягкой мебели, швейный цех, животноводство. В мясной продукции мы себе обеспечиваем процентов на 75. Мы полностью себя обеспечиваем мукой, крупой, полностью не обеспечиваем еще молоком, есть где расти, яйцом, мясом птицы. То есть вот до этого еще у нас есть точки роста. Но несмотря на это, 2016-й закончили с неплохими результатами. На собственном производстве заработали свыше 700 миллионов рублей. Сегодня исправительные колонии сотрудничают с сотней организаций. 50% продукции уходит на реализацию по области и 50% на собственные нужды. Но остаются и такие учреждения, где производство работает и на полную мощность. Нормальные примеры, вы пытались там три привести, как территориальные органы оказывают, взаимодействуют. Ну тот же Татарстан привели там фрезерный станок за миллион. Это не проблема, поверьте, приобрести станок, оказать помощь в приобретении финансовой. Это делается тогда, когда правительство Татарстана видит, что расширив вашу производственную базу, закрывают какие-то узкие места, ну заказы по производству. Поэтому главное видеть надо, это потенциальные заказы. А потом смотреть, что под эти заказы и расширить. Я думаю, что здесь можно найти схемы по нашим мерам поддержки бизнеса, как угодно. Но впереди надо видеть потребление. А здесь заключенные проводят свободное от работы время. Кстати, простыни, наволочки, тумбы, все из собственной мастерской. Большинство осужденных – рецидивисты. В стенах колонии арестанты могут не только работать, но прежде получить образование. Ежегодно получают профессии более 2,5 тысячи осужденных. При этом некоторые из них получают вторую или даже третью профессию, что значительно повышает их шансы найти себе работу после освобождения. Сегодня в колонии прошло совещание главы региона и министров областного правительства. Главная задача – помощь в реализации продукции. Мощности исправительных учреждений позволяют увеличить и ассортимент, и объемы производства.